Я должна сказать, что я тоже, как и Дмитрий, можно просто взять микрофон в руки. Хорошо. Я также, как и Дмитрий, имея свои шесть слов, воспитала на себе этот ужас московского мусора, который уже заполонил не только город, но и Московскую область, и теперь пробрался в другие регионы России. На моем участке оказался полигон Дедово, который расположен под Волоколанское. Но, конечно, мусором я начала заниматься еще раньше, вернее этой проблемой, поскольку к тому призвали меня моим избирателям. Перенаселенная столица погрязну в мусоре. И, вы знаете, вот после предыдущего выступающего, может быть, в чем-то мои мысли будут несколько иными. И вот почему. Я вам сказала уже про моих избирателей. И, конечно, мои избиратели сейчас очень стревожены строительством мусора, сортировочных заводов. Правда, пока эти слухи не подтверждаются, я не могу сейчас привести данных, но, конечно, Москва тоже уже очень стревожена. В этой связи у меня позиция такая. Чисто не там, где убирают, а чисто там, где не царят. В этой связи мне хотелось бы вспомнить некоторые примеры из советского времени. Когда худо-бедно, но какие-то механизмы того, о чем я говорю, были налажены. Все вы помните, что за школьных лет нас приучали собирать макулатуру и металлоломку. И действительно, перерабатывая это сырье, можно было не строить полигонов твердых отходов, потому что они шли в дальнейшее использование. Все мы помним, кто еще помнит советское время, как в подъездах стояли бедра. И несколько раз в день дворники, уборщики забирали эти бедра. Костор для работы здесь есть. Ну и, конечно же, стеклянная тара. Были стандартизированы бутылки. Бутылка молока стоила вам 32 копейки. И из этих 32 копеек 15 или 16 копеек стоила бутылка. То есть, если ты приходишь в магазин с бутылкой, то тебе молоко уже стоит не 32 копейки, а в половину меньше. Ну, это что касается бытового уровня. А что касается промышленного. Вот мы сейчас очень много говорим о бытовом уровне, о том, что там каждый стаканчик йогурта запакован в агритоносный пластик. Но ведь мы не говорим о том, о сколько еще мусор другого характера. Вот, например, от инноваций. У нас на крупном столе, который я проводила, может быть, архитектор, посчитали, что если выставить колонну автомобиля от земли до луны, то как раз вот первый снос домов под реновацию из первого списка как раз вот уместится. От земли до луны. Вот такая будет колонна грузовиков с мусором. Ну, понятно, что бетон можно там пускать на дороге. Я думаю, что очень сомневаюсь, что все это у нас хорошо налажено. В промышленности очень много отходов. А я вот вам опять же приведу примеры с советского денег, который сейчас полностью уничтожен. есть такой поселок Петровский в Ивановской области в Габбасадском районе. Например, там был спиртзавод. Продуктами отхода производства спирта является бардак. Ну, то есть такая каша теплая. Так вот эта каша не выбрасывалась. Она, а сейчас, насколько мне известно, это все, да, лежит и портит окружающую среду. Она пускалась по трубам, отапливала коровники и затем поступала в корушки скоту из этих труб. Да, коровы были пьяненькие, но на качество молока это не влияло. Вот такие вот механизмы. Поэтому, конечно, мы здесь вот собрались очень много народу. Представители самых разных не только районов Московской области, но и регионов России. О проблемах полигонов твердых водовых отходов в Владимирской области и сейчас в Аркангельской области всем известно. Но как же с этим бороться, чтобы нас услышали? На мой взгляд, способ борьбы может быть только один. Это наша с вами солидарность. И вот я вижу, что она уже существует. Что вот те люди, которые сидят в этом даре, они не разрознены. Они связаны между собой. И только наша активная жизненная позиция в любом качестве. В качестве участия в публичных мероприятиях, в качестве писем, в качестве любом протестов. Ну, конечно, мы можем призывать его к законным протестам. А незаконные они и без нас возникнут. И, к сожалению, к этому власти приводят. К незаконным протестам приводят власти. Поэтому надо действовать. Надо действовать. И вот даже уже видим... Вы знаете, когда вы выбирали мэра, то очень интересно. Я проанализировала размещение участков вне пределов территории Москвы. И оказалось, что в Волоколамском районе не было ни одного участка по выборам московского мэра. Побоялись. И только в Волоколамске, по-моему, в Волоколамском районе не занял первого места. Да. То есть, вот, это реальные действия, которые должны крепнуть. И, в конце концов, мы, конечно, должны добиться успеха. Спасибо большое.